Курсы 15, 18 и 20 декабря Три занятия Стоимость занятий 8000 рублей Я заранее озвучиваю Слышно, я надеюсь, меня хорошо Значит, распорядок такой Я рассказываю вам презентацию А потом вы задаете вопросы И диагностика В конце Записывайте свои вопросы на гаджеты Либо на бумагу На чем основывается Здоровье человека Оно основывается на вашем мировоззрении Мировоззрение у всех формируется Средой обитания В зависимости от того Куда вы попали Как определить, куда вы попадете У каждого из вас Предлагается вам в 3 месяца беременности Ваша программа жизни И вы добровольно на нее соглашаетесь В этом участвуют папа, мама Природа, матушка и Господь Бог Четверо И когда вы даете свое согласие Естественно, вы попадаете Конкретно Вы можете жить в городе Вы можете жить в деревне Вы можете в поселке городского типа Вы можете в коттеджном поселке жить То есть в зависимости от того Какую программу вы себе выбрали Вы туда и попадаете Именно и в ту семью Которая действительно Нужна какая-то помощь Для их развития и познания Система или Господь Бог Требует от человека только одного Развития Ему плевать на ваше Кто вы там богатый, бедный Понимаете Вы в фиолетовой системе И самое главное Что вы чувствуете при этом Ваше состояние Вот это для нее номер один А все остальное Еще раз говорю Это все не то Многих из вас Есть Ну будем так говорить Ложное мировоззрение Которое якобы Навевает и дает вам здоровье На самом деле Это целый комплекс мер Которых вам нужно применять В своей жизни Мировоззрение человека Формируется Еще раз говорю Средой обитания Пищей Водой Значит Отношением Значит Взглядами В какой семье Человек родился Семья интеллигентов Семья рабочих Семья бизнесменов Семья миллиардеров То есть это тоже влияет На ваше здоровье Причем В буквальном смысле На 100% Например Человеку который вырос В бедной семье Чтобы ему стать миллионером Ему нужно потратить В 20 раз больше сил Чтобы вырваться На этот уровень Людей Да Вот таким образом Чем тому мальчику Или девочке Который с детства Знает что такое Магазин Прада Которая кушает В ресторанах И крупных кафе Покупает хорошие Как говорится Вещи И ездит на хороших машинах Тот Именно тот Кто вырывается Из этой среды Из низа вверх Ему надо потратить Невероятное количество Усилий Чтобы вырваться Туда Да Это им изменение Как говорится Уровня бедности Переход В уровень богатства Хотя бы первые Там 3-5 уровней Более-менее Именно ваше восприятие Вера Сколько вы открыты Миру Или закрыты Какие у вас установки Кодировки Что да Говорили вам Мама и папа Все это полностью Влияет На ваше здоровье Это Создает Особые Какие-то ваши Внутренние состояния Предпочтения Предпосылки Благодаря которым Вы именно Взаимодействуете С окружающим миром И у вас проявляется Либо состояние здоровья Либо состояние Болезненности Это очень важный момент И вам нужно будет В этом разбираться Все это подробно Мы разбираем Находим причины Почему Это появилось У вас И как это убрать Все эти вещи Более подробно Мы разбираем На нашем Спецкурсе 15 18 И 20 Если по простому Что же такое Состояние здоровья Это состояние Легкости Счастья Удовольствия Любви Гармонии Равновесия Спокойствия И реализации Женщина Приходит сюда С энергии Янь И Наработать Должна Инь Мужчина Приходит С энергии Инь И наработать Должен Янь Инь Плюс Янь Получаем Ци Максимально Высокий Порог Энергии Многомерный И самое Важное Состояние Как вы Идете К процессу Здоровья Неконечный Результат Когда вы Вот стоите Здоровая Красивая Или здоровая Красивая А именно Как вы Идете К этому Сам Процесс Ваш Неконкретная Цель Женщина Приходит Сюда В основном Жить В состоянии Счастья Удовольствия Любви Гармонии Равновесия Спокойства Реализации Мужчина Сюда Приходит Тоже Для этого Но для него Приоритетным Является Реализация Естественно Между Мужчиной И женщиной Происходит Постоянный Энергообмен Любая Женщина Меня Не берем Она Практически Я беру Обычного Мужчину Сильнее Любого Мужчина Где-то В 10 Раз Энергетически Поэтому По идее В семье Где обычный Мужчина Не такой Как я Который Занимается Постоянной Биоэнергетикой У которого Своей Энергией Навалом Так вот Еще раз Говорю Именно я беру Обычного Мужчину Стандартного Работающего Например Топ-менеджером Где-нибудь Крупной Компанией Газовой Или еще Где-нибудь То есть он Приходит В семью Как говорится К своей Супруге И она Его подкачивает Энергетикой В основной Своей массе Именно она Создает условия Для его Успеха То есть Вот такой Энергообмен Исходя из этого Энергообмена Соответственно И здоровье Потому что В какие-то Моменты Супруг Подкачивает Естественно Энергетически Свою Супругу Когда он Отдохнул Потому что Могут и оба Являться Донорами А бывает Так что Мужчина В основном Вампирит А женщина Является Донором Но бывает И так Что Донор Донором Живут Вампир Бывает Так что Живет Всегда С донором Он не Может Жить С таким Же Вампири Чем Рядом У них Ничего Совместного Не будет И все Развалится Еще в начальной Стадии Здоровье Еще раз говорю Это легкость Это новизна Это когда Вы идете Вот туда Вверх В неизвестность И постоянно Переходите С одного Уровня На другой Здоровье Это комплексный Подход Это когда Вы чувствуете Себя хорошо В любой момент Время Когда изменилась Погода У вас Не скачет Давление Когда у вас Предположим Есть Небольшой Излишек Веса Но вы Над этим Работаете Когда Например У вас Суставы Не болят Когда У вас Как говорится Есть Возможности Реализации Там 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 И вы Не сидите На месте И не выжидаете Как многие Люди Работают Основная Масса Под зарплату За дядя Написи За какие То Там От 15 От 25 До 40 Тысяч Но это Понимаете Каждый Сам Себе Определяет И Находит Ту самую Свободу С его Точки Зрения Это Невероятная Свобода Ну а С точки Зрения Например Меня Или еще Я считаю Это Практически Рабство Потому что Я считаю Что Каждый Из вас Имеет Несравненно Больше Талантов И Вы Можете Добиться В сфере Здоровья Невероятных Вещей Просто Невероятно Я знаю Одно Что Долгожителей У нас Всегда Хватало И В России Как говорится И Республиках Закавказья И За Границей В том числе Все Зависит Только От Нас В Каком Состоянии Мы Будем Находиться Потому что Состояние Здоровья Это Гармонично И Хорошо Это Когда Вы Не Впадаете В Стресс Это Когда Вы Находитесь В Неком Внутреннем Своем Состоянии Удовольствия И Счастья И Вас Это Ничего Не Колышит То Вы Спокойно Реагируете На Зомбо Ящик Который Кричит Там О Взрывах Или Еще Ком То Где Кого То Передавило То Когда Вы Думаете Позитивно Во первых Вы Никогда Не Притянете К Ситуацию Отрицательную Никогда У вас Не Будет Попадания В Нее И Вы Не Втянетесь Просто То То Именно Обычное Позитивное Мышление Способно Дать Вашему Здоровью Но Минимум 50% Поры Перед Тем Человеком Который Мыслит Через Отрицание А Как Вы Мыслите Дорогие Мои Об Этом Задумайтесь Идем Дальше Все Эти Вопросы Прорабатывая С биотехнологиями Будем На нашем Курсе 15 18 20 Декабря Я Даю Там Совершенно Другие Вещи Которые Здесь Сложно Даже Раскрывать Потому Что Если Я Скажу А Надо Сказать Б Потом В И Буку И Получится Что Я Буду Вам Читать Весь Курс Я Просто Рассказываю Что По Конве Мы Будем Рассматривать Мировоззрение Рефлексорику И Многие Другие Миссионность Вот Это Все Мы Будем Рассматривать На Курсе Миссионность Это Возможность Быть Бесконечной Каждый Из нас Приходя По Своей Программе Жизни Должен Нарабатывать Некий Опыт Колоссальный Эмоциональный Опыт Потому Что Рано Или Поздно Каждый Из Нас Уйдет Кто Уйдет В 33 Года В Реинкарнацию Грубо говоря Умрет Кто В 90 Кто В 120 А Кто В 5000 Лет Проживет А Кто Проживет 12 Саросов Один Сарос Это Один Световой Год Он Не Нравен 960 Тысяч Лет Наши Предки В Отличии От Нашей Цивилизации Жили Несравненно Долго Очень Много Например Известный Как говорится Персонаж Русских Сказок Святогор Богатырь Жил 38 Тысяч Лет Русский Царь Даос Прожил 10 Саросов Один Сарос Равняется 960 Тысяч Лет Умножьте На 10 И получите Срок Его жизни На земле Вопрос Сколько Вы хотите Прожить Здесь И хотите Вы быть В здоровом Состоянии При этом Или Постоянно Болеть Чем Задается Вопрос Так вот Если Вы хотите Быть Здоровым Богатым И счастливым То надо Обязательно Что Делать Это То есть У вас Должна быть Гармония Гармония Между Балансом Работы И отдыхом Основная Масса Людей Которая Сейчас Работает Они Не имеют Практически Гармонии Между Балансом И отдыхом Не имеют Еще раз Говорю Большинство Это 95% Только 5% Имеет Гармонию Баланс И отдых В идеале В идеале Стремиться К этому По идее Сколько Вы работаете Столько Вы должны И отдыхать 50% 50% Я говорю Фантастические Цифры Многие Мне скажут Ну как же Я 6 месяцев Проработал И 6 месяцев Буду Дурака Валять В том То и дело Что Если вы Хотите Гармонично Надо Искать Такую Работу Которая Вам По душе Доставляет Удовольствие Где Вы можете Заниматься В любое Время У нас Есть такая Вещь Называется Интернет Поэтому Дальше Все Глубже Туда Будет Все Уходить Я Все Жду Четырехмерных Компьютеров Жду Когда У нас Так Хопа Так И разворачивается Все Перед тобой Бегает В объеме Уже Все Фильмы Давно Пестрят Об этом Пора Бы Уже Их Выпустить На физику Пока Еще Не наблюдаю Пока Только В кино Показывают Так Вот Чтобы Стать Бесконечным В этой Жизни Нужно Формировать Средо Обитания Потому Что Средо Обитания Влияет Также На Ваше Здоровье На Сто Пятьдесят А то и Тысячу Процентов Дело В том Что Да Каждый Из вас Имеет Некий Потенциал Некий Потенциал И вы Этим Потенциалом Можете Вибрировать В лучшую Сторону Либо В худшую Тут же Опять Все Зависит От Вашего Мировоззрения Если Вы Мыслите Позитивно Созидательно И Если Вы Выслите Через Отрицание Вы К себе Притягиваете Всякие Приключения На Одно Место В том Числе И В здоровье Каждый Решает Что Ему Как Говорится Выбирать Что Мы Еще Будем Разбирать На Курсе Понятие Энергообмена Дело В том Что Энергообмен Происходит Не Только В физическом Теле Он Происходит В Эфирной Эфироподобной Субстанции Астральной Субстанции Ментальной Субстанции Казуальном Теле Субстанции Души Духа Божественного Языкового Царского У кого-то Из вас Тела У кого-то Оболочки У меня Тела Поэтому В чем Разница Тела Между собой Разговаривают Оболочки Молчат Как Партизаны Вы При жизни Должны Вырастить Свои Оболочки И Превратить Их В тела Далее Вы должны Уметь Их Накормить Потому Что С этим Связано Здоровье Вашего Физического Плана Представьте Если у человека Эфирное Тело Вот оно 5 сантиметров Прилегает Прямо Я благодаря этому Чувствую Что я себя Глажу Ущипну Стукнул Ладошкой Понимаете То есть Благодаря эфирному Телу Я ощущаю А представьте Если в эфирном Теле Возникают Дырки Если возникают Энергетические Дыры Это и есть Ваши Болячки Ну а Чего возникают Дыры Причина банальна Ваше Отрицательное Мышление И ваши Нехорошие Мысли В отношении Себя Либо Кого-либо Все И Запомните Одну Такую вещь Я открою Вам Один Секрет Все ваши Болячки Делает Ваше Подсознание Оно Знает Вашу Программу Жизни Наизусть Именно Оно Создает Вам Болезни Костей Мыш Сердце Мочеполовой Системы Желудка Кишечника Опухоли Миомы Фибромиомы Недостаток Кальция Или Красных Телец В крови И многого Чего другого Задается вопрос А что это оно Такое Нехорошее Во мне Почему это Оно Мне такие Гадости Понимаете Сознание Заинтересовано В вашем Эволюции И развитии Но если сознание Видит Что вы лежите На диване Перед зомбоящиком Попивая пивко И ни хрена Не делаете Оно начинает Медленно вас Убивать Нравится вам Это не нравится Почему Потому что Она читает Что по программе Жизни Вы должны Утром делать Пробежку Хотя бы 2-3 раза В неделю Вы должны Делать физические Упражнения Вы должны Танцевать Вы должны Ходить Вы должны Плавать под водой А вы этого Не делаете И чтобы Как-то Вас подвигнут На эти подвиги И поменять вас Она делает Вам плохо Как договариваться С подсознанием Как убирать Причины Болезни Эти мы Вещи Будем Обсуждать Уже На курсе Я вам Открыл Самую Главную Тайну Потому что Остальные Спикеры Будут Молчать Как Трубочку В мешочек Дорогие Друзья Вы уже Сейчас Прямо на Презентации Можете Разговаривать Со своим Подсознанием Она прекрасно Понимает Русский Язык Подсознание Пожалуйста Подскажи Почему у меня Вот этот Геморрой И я никак Не могу От него Избавиться Оно вам Обязательно Ответит Почему оно Создало Геморрой Или болезнь Сердца Или болезнь Печени И почему Оно Заставляет Вас Страдать Как только Вы себе Ответите У вас Сразу Возникнет Картина Что надо Менять Себе Потому что Болезнь Это не Ваше Неправильное Мировоззрение Это неправильная Ваша Система Ценностей Которая Есть у вас На курсе Я меняю Ваше Мировоззрение Больного Чека На Мировоззрение Здорового Ваши Поступки И характер Меняются Также На курсе Выйдя От меня Вы уже Будете Знать Что Вам Делать Для Здоровья Еще раз Повторяю Мы Занимаемся На курсе Только Здоровьем В основной Своей массе Вам Будут Даны Биотехнологии Новый Подход Самый Современный И Естественно Вы сможете Это Использовать В дальнейшей Своей жизни Помогая Себе Своим Близким Родствам Точно Так же Изменения Рефлексорики Что Такое Вы не завели Отрицательные То есть Извините Положительные Положительные Какие-то Навыки Например Утром Чистите Зубы Потом Что Идете На Пробежку То есть Пока Вы это Не ввели На Рефлексорику То есть Пока Это Не стало У вас На Автомате Вы Будете Бороться 70% Вашей Энергии Будет Уходить На Погашение Вот Той Отрицательной Рефлексорики Которая У вас Есть До Этого То есть Этот Период Вам Только Надо Будет Пережить И Перетерпеть Я Вам Рекомендую Вводить Все Позитивные Вещи На Рефлексорику Подумали Сделали Реализовали Подумала Сделала Реализовала То есть Не надо Как бы Сказать Шашку Наголо Подумали Обмозговали Что Вот Вам Хорошо Бегать Мужчинам По Мужским Дням Вторник Четверг Суббота Женщинам Понедельник Среда Пятница Три Дня Вам Много Выбрали Два Дня В Неделю Два Дня В Неделю Бегать Не Хотите Бегать Купите Шведские Палки И Просто Ходите Основная Еще Причина Болезни Это Нехватка Кислорода И Водорода Именно Водорода В нашей Крови Это Основная Причина Заболеваний От Многих Болезни Но Когда Вы Будете Активно Двигаться В этот Момент Организм Активно Насыщается Кислородом И ПАЖ Вашей Крови Меняется С кислой Среды На Щелочную Вы Лучше Себя Чувствуете У Вас Нормальное Давление У Вас Нет Застоя В Крови У Вас Не Образуются Никакие Жировики Вы Себя Кайфово Чувствуете Классно Дорогие Мои Друзья Вы Должны Выбрать Обязательно 2-3 Дня И Обязательно При Любой Погоде Идете Ходите Гуляете Кому Самому Тяжело Заведите Себе Друга Собачку И Вы Гуливайте Ту Собачку А ей Надо Каждый День Бегать У Вас Будет Повод Выйти На Улицу Как Говорят Народе И Пробздеться По Другому Никак Либо Говорите Намерение Пока Я Гуляю Я Молодею На 24 Года Здоровею Богатею На Столько Миллионов Евро Ребят Как Вы Гулять Будете Гулять С Таким Удовольствием И Кайфом К этому Привыкнуть Надо Вот И Все Любые Варианты Поэтому 70% Вашей Энергии Пойдет В процессе Курса На Изменение Вашей Рефлексорики И Только 30% Будет Идти На Ее Усвоение Этот Период Может Длиться От Месяца До Полугода Но Это Реально У Некоторых Он Происходит Иногда В Считанные Дни Мы Все Разные Идем Дальше Модели Поведения Которые Формируют Среда Именно Среда Обитания Формируют Модели То Если Человек Живет В Деревне Он Больше Дышит Свежим Воздухом Он Приучен К работе Он Более Активен Да У него Положим Нет Тех Самых Удовольствий Которые Есть В Городе Типа Там Как Горица Нажраться Макдональдс И Сходить Какое Ни Кино И Посидеть Жопой Там Там Как Говорится Присесть Извиняюсь За Выражение Там Там И Отращивать Как Говорится Все места Справа Слева Я Понимаю Что Генетика Много Накладывает Есть Люди У которых В роду Упитанные Все Есть Которые Худые Как Палки Есть Средние Есть Атлетические Мы Все Разные Исходя Из Своего Генотипа Вы Должны Учитывать Кто И К чему Вы Подходите Что Вам Наиболее Подойдет В этом Или В том Вариате Поэтому Если Вы Живете В Городе Или В деревне Гадюкино Или В поселке Лета Или Еще Что Нибудь Вам Нужно Четко Определить В каком Состоянии Вы Себя Чувствуете Важно Даже Не Среда Среда Конечно Лучше Жить На Природе Матушки Все Нормальные Люди Уже Давно Живут Час Езды От Города Я Уже Говорил Это На Бессмерти И Повторяю Что Идеальный Вариант Это Проживание В Своем Загородном Доме Пусть Даже В Садоводстве Пусть Даже Где-то Это Самый Лучший Вариант Можно Сделать Так Что Там Как В Дворце Чуть Либо Золото Будете Делать Но А Можно Жить И В Городе Но От Чего Все Таки Зависит Наше Здоровье Оно Зависит Понимаете От Нашего Оказывается Внутреннего Состояния Если Вы Живете На Природе И Вся Такая Понимаете Вздрюченная Как будто Вас Извините Шило В одно Место Вставили Или Вы После Работы С дрелью Весь Трясетесь Понимаете И Постояние Нервничаете Вы поймите Среда Обитания Природы Вам Не даст Здоровья А если Человек Живя В городе В своей Трехкомнатной Квартире Но он Спокоен Он мыслит Через Позитив Он Нормально Ко всему Относится Спокойно Плюс 30% Минимум Что прожить На 30% Больше Ну например Если ему прописано 60 Предположим По программе Жизни Или 65 То добавляем Еще смело 20-25 лет Оказывается Здоровье Зависит Не только От среды Обитания А от Нашего Внутреннего Состояния И вот Этот хрупкий Баланс Каждый Из вас Должен Поддерживать Самостоятельно Вот Этому Мы Обучаемся На курсе Через Курс Состояний Вот Что там Происходит То есть Помимо Изменения Мировоззрения Вам даются Особые Техники Биотехнологии В которых Вы можете Удерживать Состояние Здоровой Женщины Или здорового Мужчины Самопроизвольно Этого Добиться Можно Ну так Годика Три Потратите Может Пять Не факт Что добьетесь О Самое Интересное Пришли Видите Мечта Мечтать Стать Здоровым Так Звук Есть А что ж Нету Я не знаю У меня Этот Динамик Работает Причем Хорошо Меня Слышно Восьмерочки Поставьте Пожалуйста Татьяна Откликнитесь Да Благодарю Вас Так что Нина Алексеева Вам Надо Перезойти Татьяна Если Вы Напишите В чате Для нее Будет Очень Хорошо Благодарю Вас Так Вот Смотрите Цели Цель Стать Совершенно Здоровым Человеком Кто Нам Мешает На Этом Пути О Наши Добрые Родственники Видите С Пытаются Контролировать А Куда Вы Идете Дело В том Что Если Ваши Родственники Не Поддерживают Они Сами Хорошенько Выпивают Курят У Вас Может Возникнуть Чувство Вины Ну Как Ж Они Все Бухают Все Курят А Вот Я Такая Белая Ворона Или Ворон Понимаете Сижу И Ничего Не Делаю Дорогие Мои Даже Если Они Головой Будут Прыгать С Девятого Этажа И От Этого И Этого И Этого И Этого И Этого Это Их Путь Вы Что Вместе С Ними В Один День Умирать Что Ли Собрались Нет Уж Извините Каждый Вы Сюда В Одиночку Пришли И В Одиночку Уйдете Туды Но В свое Время Просто У Кого То Оно Очень Короткое А у Кого То Невероятно Длинное За Это Время Можно Успеть Сделать Невероятно Вечные Ценные Хорошие Дела Страх Бабка С косой Всегда Караулит Как Только Запах Идет Значит Все Бабка Немытая Идет Понимаете Для Кого Бабка С косой Для Кого Блондинка Шестым Размером Кто Что Видит Вы Поймите Дорогие Мои Друзья Страх Это Плохой Советчик Что Такой Страх Страх Это Недостаток Информации И Это Отрицательная Эмоция Все Бороться С ним Бесполезно Единственный Способ Если У вас Есть Страх Смерти Повернуться К нему Спиной И Сказать Да Пошел Ты Заниматься Своим Делом С Любовью И Удовольствием Знаете Будет Хорошо И самое Главное Вы проживете Очень Долго Если Вы Будете Продлять Свою жизнь Невероятно Большое Время Именно От вас Будет Зависеть Как Вы Это Будете Общество Общество Иногда Людей Осуждает Потому Что Они Не Такие Как Все Совершенно Не Такие Я Знаю Одно Что Как Только Многие Из Вас Достигнут Возраста 100 Лет Я Вам Рекомендую Потерять Паспорт И Написать Там Что Вам Предположим Там 65 Дело Есть Такая Система Как Когда Долгожители У нас В общем То Недолюблив Почему Я так Думаю Это Связано С тем Что Некая Сила Будем Назовем Ее Третьей Силой Она Не Заинтересована В том Чтобы Люди Жили В общем Подолго Мы Сейчас Не о ней Разговор Разговор О том Чтобы Не Попасть Под Молоток И Наковальню Этой Силы Поэтому Когда Вам И Более Я Вам Рекомендую Потеряться Самым Откровенным Образом Буквально В смысле Переехать На Новое Место Жительства Начать Опять Все С Белого Листа Это Самый Лучший Вариант Так Еще 100 Лет Можно Прожить Потом Опять Поменять Остальные Не поймут Когда Они Увидят Что Вам Многим За Тысячу Лет Внешне Они Выглядят От 25 До 50 Лет Вы По Ним Никогда Не Скажете Это Женщины Мужчины Развощеки Высокие Удащавые Плотненькие Толстенькие Всякие Вы Должны Понять Одно Что Именно Срок Жизни Проживаемости В данном Случае Будет Зависеть От Средообитания От Вашего Состояния От Пищи От Воды От Многих Факторов Которые Вас Окружают Вот Эти Все Вещи Я Подробно Разжевываю Даю Чтоб Вам Пришло Понимание То Для Вас Должна Вырисоваться Некая Алгоритм Как Мне Живя Например В крупном Мегаполисе Либо За городом Выстроить Свою Систему Здоровья И вот Это Для Этого Создан Курс Пессимисты Это Те люди Которые Ни во что Не верят И тоже Готовы Вам Отрубить Даже Голову С таким Большим Топором Друзья Друзья Внешне Поддерживают Вас А на самом Деле Стоят С большой Дубиной Не Дай Бог Вы Здоровее Их Станете Знаете Это Те Которые Готовы За вас Отдать Свою Жизнь А все Остальные Это Псевдодрузья Именно Друг В самую Тяжелую Минуту Подаст Руку Или Подруга А все Остальные Как Говорится На вопросы Любовь Я отвечу Позже Поэтому Ваша Мечта Я иду К процессам В состоянии И Смотрим Наблюдаю За процессом Как Я иду К процессу Здоровья Как В каком Состоянии Я иду Вот там Цель Далекая Там Генерально Быть здоровым А вы Потихонечку К ней Идете Самое Главное Жить Процессом Но Не целью Идем Дальше Ваше Предназначение В этой Жизни Быть В здравии То есть Вы имеете Право На жизнь Но не Имеете Право На смерть Раньше Понятия Смерти Как таковой Не было Люди Жили Несравненно Долго Понятие Смерти Поменялось Уже После Основной После Второй Ядерной Войны Которая Была У нас На земле Очень Истребительные Две Войны Была Махабхарате Немножко Написано Но Очень Мало В русской Волшебной Культуре Гораздо Больше Понимания Приходит Того Что Здесь Было На земле Матушки За это Время У нас Поменялся Климат У нас Исчезло Тысячи Животных И Всевозможных Как говорится Фруктов Овощей Орехов И всего Остального Но Вы должны Одно Понять Что Ваше Предназначение Преодолевать В жизни Все Что Вам Не Хотите Вы Согласились В 3 Месяца Беременности Мамы Еще Когда Вы Были В животике У своей Мамы Обратного Хода Нет Вы Уже Такие Большие Что Туда Не Влезете Ни Под Каким Углом Так Что Дорогие Мои Пока Не Пройдете Свой Жизненный Путь Вам Надо По Нему Просто Ити И Научиться От Этого Получать Удовольствие Находиться Состояние Счастья Гармонии Равновесии Спокойствия И Реализация Вот Чем Вся Фишка Состояние Легкости Любви Там Счастья Спокойствия Когда Вы Идете И Сам Процесс Когда Вы Живете Процессом Ну И Сразу Говорю Что Процесс Умирания Это Называется Умереть С Мерой Так Вот Понятие Меры Это Очень Серьезное Понятие В нашей Русской Волшебной Культуре То есть Тот Кто Знает Свои Меры Вам Делать На моем Занятии Совершенно Нечего Вы Можете Смело Идти И Заниматься Дальше Уже Серьезными Более Делами Те Кто Из вас Не Знает Свои Меры И Не Понимают Что Это Такое Я Думаю Вам Нужно Хотя Бо Понять Это Понятие И Разобраться Все Эти Вещи Более Подробненько Мы Объясняем Либо Я Даю Источники В Которых Вы Сами Потихонечку Копаетесь И Разбираетесь Но Самое Главное Уметь Читать Эти Источники Потому Что Основная Масса Из Вас Даже Глядя В Источник Видит Там Огромную Дулю Смаком И Прочесть Его Не Могет Поэтому Я Вам Помогаю Я Вас Обучаю И Чтению И Объяснению Что Надо Сделать Чтобы В этой Жизни Прожить Так Чтобы Перепрыгнуть Саму Себя Или Самого Себя В Тысячу Раз А Вот Этой Бабке С косой Один Раз Как Говорится Хорошенько Плюнуть И Выиграть У Нее Дурака Потому Что У вас Одна Козырная Шестерка У Нее Целая Колода Карп И Вы Должны Сыграть С ней Так Чтобы Побить Ее Туза Этой Шестеркой И Прожить В эту Секунду Миллионы Тысячи Жизней И Изменить Свои Внутренние Состояния Это Высший Пилотаж Считается Дорогие Мои Если Кто-то Из Вас Понял И Услышал О чем Я Говорю И Сумеет Это Применить В жизни Дай бог Вам Как Говорится И Здоровье И Всего Остального Это Самый Серьезный Шаг Который Каждый Из Вас Может Сделать В этой Жизни Любовь Я же Сказал Я отвечу На вопросы Позже Наберитесь Терпения У человека Есть Так Называем Морально Этический Слой И Слой Личных Установок Что это Такое Ну Вы Знаете Существует Якобы Семь Кармических Слоев На самом Деле Девять А в Реале Двенадцать Так Вот Ваша Система Ценностей Будет Работать Когда У вас Меняются Ваши Установочные Комплексы Туда Заходит Новая Энергетика Новое Состояние Новая Рефлексорика Легкость Новизна Любовь Вот Тогда У вас Начинает Все Меняться Когда Вы Убираете Морально Этические Нормы Я имею Ввиду Те Нормы Которые Мешают Вашему Развитию Вы Должны Правильно Понять О чем Я Говорил Потому Что Некоторые Потом Начнут Переворачивать Так Как Вам Удобно Я Объясняю Те Те Мешают Вашему Развитию И Когда Вы Убираете Эти блоки Установки Кодировки То Соответственно Вот Эта Система Ценностей Где Потребность Как говорится Самоактуализации У вас Возникает То есть Проявить Себя Во всей Красе И Проявить Свою Великолепную Многомерную Программу Жизнь Это Потрясающе Просто Когда В этой Жизни Вы Перепрыгиваете Вдруг В какой-то Момент На Те Участки Своей Многомерной Программы Которые Раньше Были Закрыты Как Иногда Программа Включается Автоматически У человека Бывает Так Что Ну Как бы Понимаете Клиническая Смерть Либо Например Есть Такая Разновидность Приобретенной Эпилепсии То есть Человека Вызывают Туда Да Туда Наверх Душою И спрашивают Ну ты Че тут На земле Делаешь Че Забыл Зачем Пришел Че Программу Не Уполняешь Че Лежишь На диване Дурака Валяешь И человек Пока Там Находится Так как Он Быстро Находится Он Как Не Может Вспомнить То есть Ему Вставили Как Говорят Пистон Объяснили Что Ты Должен Отработать Свою Программу Жизни Полностью Его Опять В тело Спускают Проходи Вы Здесь Все Для Наработки Опыта Именно Нарабатывайте Опыт Душою Все Без Исключения Просто Кто-то Быстрее Это Осознает Из вас Кто-то Медленнее Поэтому Если вы Готовы К изменениям Ваши Установочные Комплексы Морально-этические Будут Меняться Следовательно У вас Меняется Вся Ваша Законодательная База Это Все ваши Внутренние Законы И вы Например Переходите Из Стадии Больного Человека В стадию Здорового Либо Выздоравливающего Человека Вот Эти все Вещи Мы с вами Проделываем На курсе На практике А не на теории Теория у других Спикеров Слушай Карма Или Карна Слово Карма Произошла От имени Богини Карны Никакое Отношение Не имеет Вообще Карны Ты блин Ну К волшебству Да К магии Да Что такое Карма Нет Никакой Кармы Есть Ошибка Господа Бога Или Создателя И Каждый Из вас Добровольно Согласился На три месяца В три месяца Беременности Вашей мамы На программу Жизни Которую И вам Дали А на самом деле Это ошибка Создателя Каждый 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 Из вас Разгребает Его Ошибку Вы думаете Вы свое Там что-то Отрабатываете Ничего Подобного Вы его Ошибку Отрабатываете Ну Представьте Он создал Тысячи Миров И тысячи Вселенной Он не имеет Физического Тела Но это Огромный Высокочастотный Импульс Который Обладает Чувствами Юмора Интеллекта Развития Такта И всего Остального Он не Может Проецироваться В одну Точку Там все Разорвется На части Представьте Какой мощью Он обладает Невероятно Так ему проще Создать По образу Подобию Человек Создан И Опустить Его В какую-то Точку Пространства Чтоб Человек Как его Проводник Мягко Подправил Там все Аккуратно И задается Вопрос Кто там Какую карму Из вас Будет Отрабатывать Ребятки Вы должны Понять Что Вы ничего Не отрабатываете Вы Исправляете Определенные Вещи Которые Должны Выглядеть Немножко По-другому И каждому Дана Как говорится Такая Возможность Исправить Его Пример Пример И хохочет И хохочет Я говорю А что я Делаю Он Говорит А вы На земле Находясь На него Тоже Показываете И тоже Хохочете Прямо Оба Он там Наверху А вы Здесь Здесь Но это Мы так С ним Общаемся Я за То Что На земле Отдуваюсь А он Там Как говорится Гребет Свою У него Тоже Проблем Хватает Я говорю Вам Очень повезло Он Очень Очень Редко Может На короткий Период Принять Какой-то Вот Маленький Образок Я говорю Вам Просто Невероятно Повезло Но то Что вы Видели Его Суть Это Любовь Это Юмор Это Вы Самое Главное Почувствовали Это Увидели Это Самый Невероятный Момент Считайте В вашей Жить То есть Такие Моменты Наверняка У каждого Из вас Тоже Могли Быть В жизни Но Вы Должны Понять Что Вы Здесь Для Развития Без Разницы Умеете Пирожки Готовьте Их Лучше Умеете Спины Массажируйте Предположим Вы Великий Чертежник Чертите Чертежи Или Пикассо Рисуйте Картины Понимаете Или Вы Танцор Диско Понимаете То есть В каждой Области Надо Постоянно Постоянно Совершенствовать Не Имеет Значения Но У каждого Из вас Есть Свои Таланты И Вы Должны Все Время Дальше 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 До Бесконечности Этот Процесс Бесконечный Идем Дальше Душа Долгожитель В нашем Физическом Теле Она Будет Долгожителем Только В одном Случай Ну Давайте Рассмотрим Зачатие Ребенка Рождение Когда Человек Ребенок Рождается На Физическом Плане Он Умирает На том Свете Девять Месяцев Назад Чтобы Войти Через Шрево Матери А в Наш Физический Мир Можно Войти Только Через Шрево Матери Если Вы Думаете Вот так Как Простыню Поднимите Пространство И кто-то Вам Поддержит А вы Проползете Ничего Подобного Здесь Такие Фортеля Не Выйдут В Других Мерностях Выйдут А в Нашей Физике Ну Никак Так Вот Все Зависит Хорошая Или Плохая Курящая Мама Или Алкоголичка Или Она Здоровая Понимаете То есть Открытый Ребенок Миру Или Закрытый То есть Все Это Формирует Естественно Ребенок Какой Он По родовым Путям Прошел Или Он Кесареном Это Все Влияет Полностью Но В Японии Знаете Одно Время Было Модно Кесарево Делать Так Там Докесарились До Готни с головой То есть У них Начался Пик Суицида Они Резко Прекратили Делать Кесарево Сечения Сильный Ребенок Это Тот Который Прошел По родовым Путям Ему Тяжело Но Он Прошел И Вышел По родовым Путям Сильный С такой Агрессией Здоровая Агрессия Хорошая Это Нормальный Здоровый Ребенок А Вот Тот Кто Не Прошел Кесаренком Нужно Помогать У них Психика Очень Неустойчивая То Особенно В переходный Возраст Потому Что В этот Момент Они Ориентиры Теряют Нету Нету Вот Этого Навыка Прохождения Сквозь Это Далее Ребенок Когда Воспитывается До Школы Детские То есть Семиминутное Удовлетворение Своих Каких-то Потребностей Покушать Поиграться Туалет Сходить Пообщаться Похихикать Дальше Юность Это Когда Человек В первый Момент Осознает Всю Глубину Мира Физического Восторгается Его красотой И вообще Понимает Зрело Это Где-то Уже Начиная С 18 И далее До 24 Вот так Вот 26 Это Когда Люди Уже Начинают Выстраивать Кто-то Может быть Семью Кто-то Еще Чего-то То есть Кто-к Понимаете Но это Именно Зрелость Когда Человек Созревает Созревает Он именно Нарабатывает Профессию Какую-то Без разницы В интернете Либо на физике Он должен Наработать Он именно Нарабатывает Область отношений Личные отношения Бизнес Отношения Отношения С друзьями Вот это Все Наработка Далее Где-то С 24 До 48 Это Уже Как Говорится Опытные Это Это Считается Уже Люди Которые Тертые Жизнью Как Их Называют Тертые Калачи Вот Это Те Люди Которые Уже Прошли И даже Вырастили Уже Детей Подняли На Ноги Но Уже Занимаются Собой Просветленные Это Человек 70 72 Года Вот Вот Как раз В этот Момент Человек Становится Человеком Земли Старейшиной Рода И Уже 72 До 96 Лет Это Сверхсознательно Это Когда Человек Стал Реально Живущим Богом При Жизни Или Реально Живущей Богиней Дело В том Что Эволюция Человека Невероятно И Многие Десятилетия Столетия И Тысячелетия Это Было Закрыто Например Плаз по Русской Волшебной Культуре Открылся Не более 20 Лет Назад Многие Из вас Наверняка Еще и Не слышали Об этом Но Могу Сказать Что Глупо Отрицать И говорить Что Этого Не было Это Не Существует Все Те Книги Которые Остались Вот Эта Третья Сила Пытается Уничтожить Как Да Очень Просто Я Пример Вам Простой Приведу Мужик Находит В лесу Дерево Дерево Книженика Да Книженика На дереве Растут Такие Ягоды Похожие На нашу Клубнику Через Два Дня Появляется Бригада Икс По Метр Шестьдесят Два Роста И Вырубают Это Дерево Поливают Бензином Сжигают Могу Сказать Что Подобные Вещи Уничтожаются До сих Пор Например Лампа Которой Жил Домовой Дочери Цицерона Найденная Нашими КГБшниками В могиле Цицерона Была Конфискована И пропала В неизвестном Направлении Ну Домовой Он Раньше Хранился В специальной Такой Стеклянной Лампе Он Мог Жить Тысячелетия Это Существо Может Разговаривать Спокойно На русском Языке И многие Другие Вещи Я к чему Вам клоню Что То Во что Заставили Вас Поверить Когда Организовали Понятие Советский Народ То есть Новую Национальность Вас Обманули Очередной Раз Вы Должны Понять Что Мир Нечто Гораздо Шире И понятие Здоровья Включает В себя Активный Бех Физкультура Разница Температур Это Баня Он Включает В себе Правильное Питание Пища Правильное Дыхание Пластика Холодотерапия Это Криотерапия Ну И Соответственно Определенный Энергообмен То есть Обмен Энергиями С пространством И С разными Вещами Все Как это Понимать Взяли Кто-то И провел Черту Ребят Это Черты Нету Это Все Блаж Как я Говорю Придуманное Непонятно Кем Вы Должны Иметь Своё Собственное Мнение На Все Что Вам Пытается Влить В голову В том Числе И На Мои Слова Так Ох Ну Я Презентацию Рассказал Последнего Слайда У меня Нету Потерялся Значит Стоим Курс Начинается 15 18 И 20 Декабря Начало Курсов 20.00 По Москве Стоимость Курса 8000 Рублей Это Ни О Чем Это Даром Татьяна Напишите Пожалуйста В личку Стоимость Курса Чтоб Люди Видели Все Сейчас Я Готов Я Оставил Много Времени Получилось Что Я Раньше Даже Вам Все Рассказал У нас Как Раз С По Здоровью Все Что Касается Финансов Предназначения Как Проводить Чек На тот Цвет И Многие Другие Темы Как Приобрести Бессмертие Это Все Тема Естественно Курса Значит Еще раз Говорю Курс Начинается 15 Декабря Это Первое Занятие Второе 18 Декабря Третье 20 Декабря Начало В 20.00 Стоимость 8000 Рублей За Это Время Я Поменяю Ваше Мировоззрение Больного Чека На Мировоззрение Здорового И Вы Сумеете После Этого Выработать Алгоритм Как Мне Быть Здоровой Или Здоровым Живя В городе В деревне Гадюкино В коттеджном Поселке Рассвет Вот Или Где-нибудь В палатке Предположим Вы живете Там На Алтае Все Мы Все Разные А Кто-то Там В заимке Живет У Него Вопросы По Теме Здоровья Я Постарался Вам Кратко Раскрыть Что Мы Будем Делать Сейчас Сделаем Такую Практику Я Мягко Растекаюсь По Всему Телу И Слушаю Как В теле Начинает Появляться Некое Тепло Я Начинаю Растепляться И Насыщаться Просто Теплой Теплой Огненной Энергией Которая Сама С воздуха Впитывается Моим Телом Так Любовь Чтобы Молодо Выглядеть Нужно Использовать Весь Комплекс Мер Чтобы Не Бояться Смерти На Этот Вопрос Я Отвечу Вам Любовь Если Вы Придете На Курс Ответ На Этот Вопрос Вы Поймете Меня И Вы Поймете Как Сделать Так Чтоб Она К Вам Очень Долго Не Подходила Так Эсмира Посмотрите Пожалуйста Эсмира У Бита Еремная Ямочка Мне Не Нравится Ваша Пуповина Мне Не Нравится Ваша Печень Вот У Вас Проблемы С Противоположным Полом У Вас Есть Небольшие Проблемки С Сердечком Небольшие Это Ритмичность Дальше Мне Не Нравится Ваш Позвоночник И Половая Система Открываем Везде Пространство Насыщаем Потоками Света Это Незапрещено Нина Алексеев Благодарю Вас Что Можете Сказать О Моем Состоянии Нина Вам Нужно Уделить Внимание Каналам Высокой Интенсивности Мне Не Нравится Ваша Костная Система То есть Кости Имеют Соли Токсины Яды Имеются В костях И в Пяточной И в Руках И в Ногах Вот Это Мне Очень Не Нравится Остальное Более Менее Хорошо Запускаем По каналам Высокой Интенсивности Сверху Вниз Потоки Огня И Прожигаемся Мило Мило Вам Нужно Уделить Внимание Солнечному Сплетению У вас Там Минимум Два Удара Энергетические Один Удар Мужской Один Женский То есть Один Удар На работе Либо Это Ваша Подруга Либо Какая А второй Мужской Это Домашний Избирайтесь Кто Либо Родственники Активизируем Открываем Пространство Вровне Солнечного Сплетения Насыщаем Огненной Энергией Прожигаем Все Михаил Можно ли Восстановить Зрение Да Можно Значит Первое Вам нужно Прийти ко мне На консультацию Любая Консультация 3500 Первичная Консультация 3500 Один Час Работы Туда Входит Диагностика Коррекция Энерголечение Михаил И Конкретные Методы Как этим Заниматься Потом После Меня То есть Вот таким Образом Михаил Да Можно Все Остановить То есть Вам нужно Работать С глазами Михаил Сразу Говорю Вам нужно Будет Работать С печенью С желчным Пузырем Потому что Имена Не влияют На ваше Зрение А как Работать Я буду Объяснять На Консультации Далее Вам нужно Будет Изменить Кое-что В питании И делать Определенные Упражнения И вы Сможете В течение От Значит Месяца До Года Потихонечку Изменить Своё Зрение Можно И сможете Его Восстановить Да Причём Очень Хорошо Рассчитывайте На годовую Программу То есть 12 Месяцев Вам придётся Серьёзно Собой Заниматься Натали Ника Посмотрите Пожалуйста Моего Ребёнка Суицидное Состояние Помогите Ну И всё Что я могу Сейчас Сделать Это Поток Света Поставить И сердце Разжечь Вашему Ребёнку Чтоб Он не натворил Глупости И окутать Его В белую Угненную Сферу А так На консультацию Причём Вместе С ним 3500 Всё Удовольствие Час Работы Я думаю За час Управимся Я создал Условия По идее Никуда Влететь Не должен То что Я смотрю Напряжение Убрал По дороге Везде И внутри Него Да Я с мира Благодарю Таня Что-то Тяжесть В области Желудка Желудок Это приятие Основная Причина Болезни Желудок Вы что-то В жизни Не принимаете Из-за этого Гастриты Высокая Низкая Кислотность Или язва Возникает Когда человек Что-то Не может Переварить Таня Открываем Пространство В желудке Насыщаем Энергией Сердца Все процессы Трое суток Идут У кого я запускаю Ольга Что у вас Увижу Ну я что вижу Грязь у вас есть Грязь Кишечники Мне не нравится Мне не нравится Ваша Мочеполовая система И мне не нравится Ваша щитовидка То есть Есть программы Смерти Которые надо убирать И надо чистить Кишечник Постепенно Не резко Как это делать Я могу объяснить На консультации Либо на курсе Задите вопрос Я бы на вашем месте Попал бы на курс Здоровья Ольга Вам просто Надо там быть Что вижу То говорю Решение Принимайте вы Я никому на аркане Не тащу С собой бы разобраться Так Ирина Благодарю за информацию Могу ли я восстановить Костную систему Да Можете Вам придется Потреблять Специальные Вещества Которые Я объясню Вам придется Делать Упражнения Вам придется Дышать Все это Можно Мы можем Сделать На консультации Приходите На консультацию Я вас всему Научу И продиагностирую То есть Дальше Вам нужно Рассчитывать Где-то Ну хотя бы 6-8 месяцев Работать С собой А дальше Ваша регенерация Ткани Как сработает Но можно Еще применить Волшебство Смотря Какая техника И как она Будет Работать Я объясню Самую простую Технику Самую элементарную Но учтите Там есть Маленький Нюанс Отказываться Уже нельзя Если вы Это попросили Вы должны Это получить Отказываться На середине пути Не пойдет Лариса Сейчас болит Сердце Сердце Проблемы Сердцем Это отношения С мужчинами Либо с папой Либо с братом Либо с супругом Лариса Сейчас открываем Пространство В районе Сердечка И насыщаем Нежно-розовой Энергией Гуля Зрение Восстановить Можно Да Я еще Комплекс мер Я же сказал Печень Желчный пузырь Значит Работа со свечкой Надо Это мне надо Все объяснить Это индивидуальная Консультация Гуля Пожалуйста Приходите 3500 Час работает Так Ольга Посмотрите Меня пожалуйста Оля Мне не нравятся Ваши ноги У вас Ноги Слишком Там Загажены Что-то у вас Залито Понимаете Как энергетика Холодец Такая Должна быть Мягкая Горячая У вас там Не лучший вариант Поэтому Пропускаем По ногам Как говорится О потоке огня На трое суток Будет Мыслеформа У всех Автоматически Удерживается Таня Благодарю Мила Посмотрите Лену Сестру Она рядом Желудок У вашей сестры Лены Мне не нравится Не нравится Желудок Печень И у вашей сестры Плечевой Хондроз И позвоночный Столб Вот здесь Мне нравится То есть Где-то Взлюка Где-то Немного Как говорится В народе У нас что Желудочно-кишечный Тракт Что у нас Желудком Это приятие Не принимает Сестра Лена Какую-то ситуацию Жизненную Далее Позвоночный Столб Устойчивость Социуме Не уверена В себе Вот три основные Вещи Да Это все Возможно Убирать Но надо Приходить На консультацию 3500 Панкреатит Еще есть Да Ольга Еще есть Но нам Нужно Чистить Третью долю Печени Четвертую Как чистить Я могу Объяснить Но не здесь Здесь мы Только диагностируем Ольга Что значит Программы Смерти Программы Смерти Это значит Ваше подсознание Видит Что вы Нифига Не делаете Создала Вам Программы Смерти И хочет Чтобы вы На тот свет Отправились Потому что Вы Чего-то Неправильно Делаете А чтобы Объяснить Что вы Правильно Делаете Ольга Нужно Разобраться Для этого Нужна Консультация Первичная Она 3500 Стоит Час работы Туда входит Диагностика Энергокоррекция Энерголечение Все входит В этот час За час успеваем Две проблемы Рассмотреть Глубые Глубоко По полчаса На каждую По другому Никак Если Есть время Там минут на 10 Задержаться Я задерживаюсь Если нету Значит я Консультацию Оканчиваю Четко в срок Иногда бывает И больше задерживаюсь Если есть время А его В основном Нету Еще ваши вопросы Пожалуйста Приглашаю Всех вас На курс По здоровью Для кого Наш курс Для тех людей Которые потеряли Здоровье Которые Хотят найти Здоровье Которые Хотят Получить Методы Которые Можно Восстанавливать Своё здоровье Которые Хотят Помочь Близким Родным Чтобы Они были Здоровыми Красивыми Улыбчивым Значит Еще раз Говорю 15 18 20 Стоимость 8000 Рублей Значит Декабря 15 Мы Садимся На поезд И едем С вами Куда В здоровье Дорогие Мои Здесь Все Зависит От вас Пожалуйста Еще Вопросы В чате Пожалуйста Ваши Вопросы В чате Молчание Друзья Если Вопросов Нету Я найду Подагра Любовь Подагра Это серьезное Заболевание Только Консультация Здесь Ничего Говорить Не буду Это Связано У вас От того Что вы Отклоняетесь От своей Программы Жизни Из-за Этого Возникают Приступы Подагры Это Когда болят Кости Мышцы То есть Человек Неприятное Состояние Это Обычно Когда он Идет Не по Своей Программе То есть Вы Идете По Другой Программе По Чьей То есть Есть Некий Человек Который Обладает Большей Силой Воли Который На вас Влияет Так Ирина Почему Я вечно Сомневаюсь Во всем Потому Что У вас Энергия Сомнения Заполнила Все Надо Ее Убрать И наполниться Энергией Уверенности То есть Изменить Свое Что Мировоззрение Надо Ирина Вот Этим Мы Занимаемся На курсе В том Числе И во Здоровье Да Могу В этом Помочь На Консультацию Либо На курс Любовь Любовь Вам Нужно Уделить Внимание Первое Половой Системе Не нравится Ядро Велеса Работает Фигово Как Говорит В народе Но Не идет Энергообмен Понимаете Если Мягко Скать Пуповина Тоже Ядро Ярилы Центр Иммунитета И Денежный Канал Не работает Запускаем Туда Потоки Каналы Высокой Интенсивности Вот Сейчас Немножко Засветились Гуля Почему То У меня Идет Отрицание Типа Саботаж Ничего Не хочу Делать Гуля Это Психоз Знаешь Как Психозы Лечатся Гуля Ну Что Я тебе Могу Сказать У тебя Два Варианта Первый Вариант Найди Дружественную Тушку Позанимайся С ней Сексом Это Один Вариант Второй Вариант Пойди Побегай То есть Через Физику Перебрасывай И Третий Вариант Берешь Левой Рукой 50 грамм Красного Вина И Перекидываешь Себя В другое Состояние То есть В момент Когда ты Ничего Не хочешь Делать Единственный Способ Либо В баню Сходи То есть Тебя Нужно Перекинуть Другое Состояние Это Называется Тихо Тихое Подпсиховывание Сейчас Ты меня Слышала Ровно Одну Минуту Потом Опять Слышать Не будешь Я Ответил Что делать У тебя Четыре Варианта Выбирай Любовь Нина Алексеева Благодарю Вас Вы очень Конкретно Ясно Все Пояснили Надо Просто Поменять Свои Отношения К жизни Правильно Нина Алексеева Молодец Вот этим Мы И занимаемся Нина Алексеева На курсе Вот именно Эти Некоторым Людям Тяжело Самим Им нужен Волшебный Пендель Чтобы они Летели Летели Аки птицы Мила Мой хронический Насморк Скажите Пожалуйста Душа Плачет Мила Индивидуальная Консультация Здесь я не буду Говорить Это не аллергия У вас Это связано С душой Да Душа Плачет И нужно Разбираться Почему Она плачет Любой Насморк Это Плач Души Только Он И Уходит Не Конкретными Слезами А вот Именно Насморком Любовь Любовь Вам нужно Уделить Внимание На данный Момент Конкретно Голове Сердцу Печени Открываем Везде Пространство И Позвоночный Столб Остальное Нормально Запускаем Потоки Сверху Вниз Молодец Гуля Что услышала Действуй Теперь Подумала Сделала Реализовала Гуля Все должно В удовольствии Быть В удовольствии Ирина Мне Мне Такой Пендель Дали Голеностоп И Дребезги Наверное Не в ту сторону Пошла Да Если Идут Ломания Каких-то Костей Мышц Сухожили Нос Нос Пытается Через Носоглотку Выплеснуть Это Все Лара Далиева У меня Все время Тик Глаза Моргают Я Сама Не Замечаю Когда Вижу Видео Ужасаюсь Нервный Тик Вам Нужно Работать С Нервной Систем Это Только Целительство Я знаю Что Надо Делать Нужно Работать С Нервными Окончаниями Правого Левого Глаза Для Этого Вы Мне Нужны На Целительстве Естественно Час Работы 3500 Приходите Я Вас Научу Дальше Сами Будете Работать Можно Убрать Но Рассчитайте Не Раньше Чем На Полгода Вам Ему 16 Лет У него Ребра Нижние Наружу Торчат Сильно Лопатки Упирает Ненормально Отец Ему Гнобит Постоянно Срывает Зло Вашему Внуку Надо Потерпеть Два Года Два Года Я не Знаю Как Пусть Даже Переедет Куда Жить По Возможности Разрешение Мама Должна Дать Ему Нужно Уехать От Такого Отца То Если Вы Не Можете Убрать Раздражитель Вы От Него Уходите Вашему Внуку Нужно Например Перебраться Может Если У вас Позволяет Возможность К вам Но Естественно Мама Должна Дать Добро Потому Что Это Называется Внутренний Конфликт Что Вы Описываете Надо Разбираться Более Детально В этой Ситуации То Если Отец Гнобит Своего Сына Значит У отца Комплекса Но Он Срывает На Ребенке Поэтому Единственный Вариант Ему 18 лет Текать Из Дома Сразу Как Только 18 Ступного Берет Собирает Шмотки Все Все Я Пошел Пока Пока То есть Это Правильное Решение Но На данный Момент Ему Два Года Надо Где-то Перекантоваться Пока 18 Нет Он Обязан Мать Отвечает С Отцом По Нашему Законодательству А Это Внутренний Конфликт Вы Не Можете Убрать От Него Отца Единственный Вариант Если Мать Даст Добро Чтобы Он Жил Отдельно Хотя Бо На Эти Два Года Пока Ему Не Будет 18 Это Лучший Вариант Для Него Лучше Даже Во Общежитие Чтобы Как Быскать Никто Не Пилил Там Если Будут Пилить Так Свои Подростки Свои Не Так Назначает Мой Продюсер Вот Но сперва Встречайтесь С Татьяной Маликовой Она Как говорится С вами Общается Потом Вы Общаетесь С моим Продюсером И Только После Этого Мой Продюсер Уже Назначает Вам После Когда Вы Все Переговоры Провели Это Все Просто Делается То Вам Назначается День Час И Мы С вами Встречаемся Просто Мило У меня Все дела Ведет Мой Продюсер Ирина Викторовна А здесь По правилам Вы должны К Татьяне Маликовой Обратиться Вот Она Реквизиты Вбрасывает Все И С ней Решить Вопрос И Татьяна Маликова Потом Вас Направит Уже Ко Мне Вот Так Так Ольга Можно ли Лечить Без Него Только Согласие Мамы Мама Должна Дать Согласие Без Маминого Согласия Я даже Пальцем Не шевельну Он Несовершеннолетний Ольга Вы учтите Да Можно Лечить Но Во первых Он Согласие Должен Дать И мама Его Должна Дать Хотя Бо Мысленно Тогда Можно Уже Заниматься Лечить Но Не Рассчитывайте Что Он Сразу Восстановится У него Настолько Комплексов У этого Парня Что Ему Надо Минимум Несколько лет Потратить Чтобы Привести себя В порядок Божеский вид Еще Вопросы Пожалуйста Вопросы Пожалуйста По Здоровью Вопросов Нету Друзья Я всех Вас Жду 15 18 20 Декабря На курсе Здоровья Ноги Мерзнут И так Кров не Дотекает Вам Нужно Пить Красные Отвары Калина Малина Брусника И Заниматься Спортом По Женским Дням Понедельник Среда Пятница Я Ответил На ваш Вопрос Дорогие Друзья Я всех Вас Жду 15 18 20 В 20.00 По Москве Мы Садимся Поезд И едем Здоровья На сегодня Все Всех Вас Жду Так Ольга Последний Вопрос Сын Упал Копчиком На Молоток Ну Что Я могу Сказать У Него Копчик Не Сломан Слишком Небольшая Есть Значит Нужен Что Покой А туда На Копчик Просто Что Делаете Соляной Раствор Соляной Раствор Делается Так Литр Воды 3 Столовых Ложки Морской Соли Без Горки Получается 9% Раствор Морской Соли Отливаете Перемешали Естественно Отливаете И на Копчик Ему Кладете Кладете На ночь Вот именно Марлю Пропитанную 9% Раствором Соли На Копчик На место Удара Обматываете Его сверху Сухими Полотенцами До утра Ну Держаться Или Закрепляете Пластырем Как Идете Пластырь Купите Пустыре Сейчас Навалом Всяких Чтобы Именно Вот эта Марля Мокрая Лежала Всю ночь На его Копчике И Такой Процедуру Делать Пока Не Восстановится Там У него Не Разбито Но Ушиб Сильный Довольно Да Это Единственный Вариант Потому Что Во время Войны Соляными Растворами Вылечивали Многие Приходят Я буду Отвечать Теперь Понимаете Все Из дивана Падают И вообще Ничего Нормально Если Он Расслаблен С ним Все Будет Нормально Подстилайте Что же Делать Смотрите За ним Мама Для чего Для мебели Служишь Что Должна Смотреть А раз Не смотрит Значит Ну Что Делать Судьба Все Дорогие Мои Друзья Я всех Жду 15 18 20 Не Откладывая В долгий Ящик Чтобы Вы Вошли В Новый Год И У вас Был Свой Алгоритм Как Я В этой Следующих Встреч Жду Вас Всех В полном Составе 15 Как Сколько Вас Тут Есть 15 Декабря В 20.00 По Москве Все Дорогие Мои Как Говорят Народи С Богом Удачи